Сейчас самое сложное идет, нужно второй слой фанеры уложить, а так как здесь изгиб, то фанера плохо ложится, поэтому я применяю вот такую конструкцию. Сначала фанеру кипятком обдаю, зажимаю ее на сутки, после этого она придает форму и вот примерно изогнутая, такая как мне надо. Два слоя фанеры, сверху несколько слоев стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой, затем все будет шлифоваться и краситься. Перед тем, как начать строительство яхты, Абдул Карим изучил справочник, изданный еще в Советском Союзе, когда парусный спорт был массовым. В нем полное описание технологий производства, начиная от основных формул для расчета, заканчивая спуском на воду. Причем материалы и инструменты самые обычные, а судно получается крепким. Абдул Карим – тренер по парусному спорту. Последние 10 лет работал исключительно на суше, но море не отпускало. Я вообще с детства на яхте, просто с детства. Поэтому мне это знакомо, близко, меня тянет. Зимой я родился, а летом уже был на лодке. Я не помню, но есть фотографии, где я ездил на яхте, поэтому с детства. Яхта длиной около 6 метров. Внутри будут два герметичных отсека для припасов и оборудования, инструментов и материалов, которые могут понадобиться в пути. Судно рассчитано на одного путешественника, в распоряжении которого будут паруса и весла. Предусмотрено место для сна. Есть специальный график, разработанный для таких походов. В самые ответственные моменты на сон будут выделяться 15-минутные интервалы. Так, отправившись из Анапы, Абдул Карим намерен пройти около 2000 морских миль или порядка 3700 километров примерно за два месяца. Пересекая Черное море, я попадаю в Турцию, в Стамбул и дальше, грубо говоря, вдоль берега иду. То есть там проливы и дальше разные ветра испытания, обратно тоже вдоль берега и опять рывок через Черное море. Относительно несложное путешествие, но которое даст мне нужный опыт и плюс испытать судно. В этот поход яхтсмен намерен отправиться уже в конце лета или осенью текущего года. Все зависит от наличия денег. Необходимо еще минимум 100 тысяч рублей, чтобы достроить яхту и еще примерно столько же на сопутствующие товары. Для этого Абдул Карим намерен привлечь спонсоров за размещение на борту их логотипов. Стандартная практика для подобных проектов. Если путешествие состоится, то накопленный опыт он использует, чтобы пересечь Средиземное море. Александр Ребеко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.